Это событие исключительное 100 лет великой балерине и педагогу Марине Тимофеевне Семеновой, которая больше 70 лет проработала в Большом театре, поэтому для Большого это огромный праздник. И мы постарались отметить это событие большим фестивалем, который представит балеты, в которых блистала Семенова. Это классика «Лебединое озеро», «Раймонда», «Байдерка» и большой галоконцерт с участием звезд Большого и Мариинского театров. Марина Тимофеевна Семенова – это гений русского балета. Семенова необыкновенно одарена. Она не танцевала под музыку, она танцевала музыку. Она не просто делала движения. Они у нее были наполнены царственностью, музыкальностью, выразительностью, красотой. Какое-то необыкновенное чувство тела, состояния, порыв души. Ее ни с кем нельзя было сравнивать. Она была именно уникальна. У нее были очень красивые линии. Она чувствовала эти линии. Она чувствовала нутром, как ей нужно встать, как ей нужно повернуть голову. Не только в движениях классических, но и поведение на сцене у нее было очень своеобразное, оригинальное. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я помню слова Сергея Гавриловича Кореня, тоже из Плеяды Себедова-Уланова. Как он говорил про Марина Тимофеевну, что когда Марина выходила на сцену, на сцене появлялась богиня. Вот танец ее словами не передать. Это просто необыкновенное чудо. У нее одно полилось из другого. В ее показе движения звучала музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина Тимофеевна выпускалась в Петрограде, танцевала в Кировском театре. Тогда он еще не был Кировским, бывший Мариинка. И оттуда в 30-м году переехала в Москву. То есть ее основа это Петербургская школа, но раскрылся она как-то отцовщица, конечно, в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я должна вам сказать, что я с детства самозабвенно люблю балет. И когда я впервые попала 10-летней девочкой в класс Агрибина Ягни, у меня было только одно желание понравиться ей. Я очень волновалась, но все-таки я смотрела, как она реагирует на мои движения. И, встретившись с ней взглядом, я увидела ее доброжелательство ко мне. Мне стало так как-то легко и свободно, я почувствовала себя. Потом у меня начиналась трудная и увлекательная работа с Агрибиной Ягнией. Она меня вела через всю артистическую мою жизнь. И уже в 18 лет заставила меня заняться педагогикой. А это, в свою очередь, заставляло меня, когда я танцевала, очень контролировать себя. Не было ни одной партии, которую я бы не делала с Вагановой. Ваганова дала мне две жизни. Как балерине актрисе и как педагогу. Сохранилось не так много записей. Почти ничего, на самом деле. И поэтому современным поколениям трудно судить о том, почему она производила такое колоссальное впечатление. Потому что есть множество воспоминаний и восторги людей, очень далеких от балета и профессионалов. Все вспоминают о Семенове как о каком-то чуде. Сочетание монументальности и царственности, и вместе с тем, как это простота, в этом доступность есть. Ее позы очень скульптурные, но понятно, что людей, которые ее видели на сцене, восхищала динамика ее танца. Физически она очень сильно опередила время. Она делала такие вещи, которые для нее казались невозможными. И, наверное, именно за это ее обожала Ваганова. Семенова стала примером для подражания для очень многих поколений танцовщиц. КОНЕЦ